В Дворце культуры, который был построен и промок, на его деньги и на его средства. Это здание будет через год отмечать свою боговщину. Открытие здания произошло в 1939 году. Итак, тут две годовщины. Вот это я хотел сказать первой тезис. Второй тезис. Чем для нас важен ЭПРОН? Эта организация была аж в 1928 году награждена Орденом Трудового Красного Знамени. Наряду с такими выдающимися организациями, как заводы, шахты, фабрики и вместе с ними была награждена вот эта экспедиция подводных работ особого назначения. И с 1928 года она называется Красного Знамена. Балаклава должна гордиться этой организацией. Потому что в Советском Союзе до войны об ЭПРОНе знали очень многие. И вот такой казуистический факт. Была даже картошка названа... Сорт картошки был назван ЭПРОН. Вы представляете, до какой степени эта организация была популярна? Ну и еще один тезис. Чем для нас важна эта организация? Конечно, она важна для нас тем, что она показала образцы мужества, геройства, очень тесного контакта с наукой, которая позволила ЭПРОНуцам еще в довоенные годы погрузиться на глубину более 150 метров на воздухе. Это вот те люди, которые непосредственно связаны с водолазным делом, они себе представляют, что такое этот подвиг наших водолазов. Конечно, ЭПРОН прославился своими героическими работами на Сене, на Дальнем Востоке. Ну и это была единственная в Советском Союзе организация, которая занималась всеми видами водолазных работ и всеми видами спасательных работ на воде. Благодаря тому, что здесь в 1854 году в ноябре месяце затонул «Принц» корабль английской эскадры, и, собственно говоря, отсюда начались наши исторические моменты, именно создание ЭПРОНа, испытание первого подводного аппарата «Даниленко» здесь в Балаклаве. И если отсчитывать от того срока до сегодняшнего дня, получается 95 лет образованию ЭПРОНа и отечественной гидронавтики. Значит, мысль создать «Музей гидронавтики» родилась очень давно. А потом мы дадим ему слово 5 минут. Вот, видите, получается, сегодня большой праздник. Все прибыли, даже самые-самые ветераны настоящие. Значит, у нас, конечно, скрепила дружба подводная. И вот эти годы, которые мы работали, как бы ее называли, наша контора, это база «Гидронавт», вот стенд есть. Это все началось в 1975 году и просуществовало до 2003 года. Экспозиция рассказывает про историю создания и развития ЭПРОНа и Гидронавтики. Ну, основные экспонаты и экспозиции – это вот те плакаты, которые мы наблюдали, да, водолазное снаряжение, да, кальтины, да, в том числе и лупяному художнику. Ну, или другими, я так бы сказал, экспонатами, которые привлекают внимание зрителей. Я являюсь одним из церковных организаций. Что все мы с вами должны сделать все, чтобы развивать в дальнейшем гидронавтику, развивать подводные исследования в морях и океанах, везде, где только можно. И этим самым мы будем помогать нашей Родине, нашим друзьям, всем, кто хочет это делать, восстанавливать, не восстанавливать, я ошибся, продолжать исследование морей и океанов. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я хочу присоединиться к поздравлениям с открытием первой экспозиции нашей и с открытием будущего музея, где будут представлены наши отмеченные славные дела, и, наверное, не по набрасну. Значит, гидронавтика является прямым следствием зарождения и развития Экрона, много славных дел на счету. Экрон мы не помним, потому что это было начало прошлого века. Но зато очень многие присутствующие здесь были свидетелями начала развития гидронавтики. То есть где-то, все мы помним, правда, мы были молодыми тогда, но вот как в Советском Союзе, наряду с другими развитыми странами, началось проектирование и строительство обитаемых подводных аппаратов. Ну, если это экспозиция, которую сегодня проводим, это начало будущего нашего музея. Ну, сегодня у нас как бы начало такое, чтобы показать городу историю, что 95 лет Экрона, конечно, столетию, конечно, сделаем настоящий музей. Я думаю, за это время, за эти пять лет, предоставят нам место, где разместить его, поставить бентос, поставить другие аппараты, там, Омар, Вангуст, и сделать настоящий музей, потому что история должна в Севастополе просветать. Очень много под водой затонувших объектов. Вот мы должны все поднять. Хватит только и детям, и внукам, и правнукам поднять это все. И история Севастополя и Крыма – это бесконечная. То есть...